Уважаемые природопользователи, Росприроднадзор обращает внимание, что с 1 июля 2016 года все обязаны, кто осуществляет деятельность, иметь соответствующую лицензию на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию отходов. Напоминаем, что данный срок был установлен 404-м федеральным законом 29 декабря 2015 года. Лицензии, которые были выданы раньше, даже бессрочные, на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов будут действовать до 1 января 2019 года. При этом обращаем ваше внимание, что если вами осуществляется дополнительная деятельность, указанная ранее, в том числе по сбору и транспортированию, лицензия подлежит переоформлению. Обращаем внимание на необходимость скорейшего оформления всеми заинтересованными лицами, соискателями лицензий, санитарно- и психологического заключения Роспотребнадзора. Обращаем внимание на то, что в соответствии с 224-м приказом Роспотребнадзора также установлены регламентные сроки. Руководителям службы 17 ноября 2015 года были выпущены и доведены до сведения всех территориальных органов методические рекомендации по оказанию данной государственной услуги в части лицензирования этих видов деятельности. И все ранее полученные документы в данной сфере и по обучению, и по транспортированию, включая свидетельство ДОПОК, принимаются Росприрнадзором. Если ваша деятельность осуществляется на территории нескольких федеральных округов, заявление вам необходимо представить в Центральный аппарат Росприрнадзора. Если ваша деятельность осуществляется на территории нескольких субъектов Российской Федерации, но в пределах одного федерального округа, вы представляете ваше заявление со всеми приложениями в Департамент Росприрнадзора по соответствующему федеральному округу. Соответственно, будет определен тот территориальный орган, в котором вы получите соответствующую лицензию. Обращаем ваше внимание на то, что с 1 июля при отсутствии данной лицензии возможно привлечение юрлиц, индивидуальных предпринимателей к юридической ответственности. В частности, КОАП, Кодексом административных правонарушений, статьей 14.1 установлена административная ответственность и штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией всего сырья. Но кроме того, установлена еще уголовная ответственность. На основании статьи 171 Уголовного кодекса возможен штраф до 500 тысяч рублей. В этой связи Росприроднадзор обращается ко всем лицензиатам и соискателям лицензии, те, кто хотят получать лицензию заново, либо переоформлять, о необходимости скорейшего заполнения всех необходимых документов и подачи их в Росприроднадзор для того, чтобы избежать в будущем административной или уголовной ответственности.